Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, тренеры, болельщики, родители, мамы, папы, бабушки и дедушки. Мы находимся с вами в Доме футбола в Российском футбольном союзе, в музее среди исторических реликвий, которые рассказывают о достижении нашего футбола. Здесь и кубки, и футболки, и медали, дипломы, грамоты. Но это хорошо, а еще лучше, когда мы разыграем свои призы и кубки очередного международного фестиваля «Большие звезды светят умалом». У нас будет юбилейный, десятый и рекордным по количеству участвовавших команд в предварительных турнирах и в суперфинале. В предварительных играх принял участие примерно тысяча команд. Представляете, тысяча команд. И было проведено 98 турниров. Вот теперь лучшие команды предварительных турниров должны приехать в Анапу, в Витязево и в Новороссийск, где пройдет суперфинал, чтобы разыграть главные награды. Я думаю, что билеты уже куплены у вас. Кому-то добираться аж с Дальнего Востока, Сибири. Но тут без самолета не обойтись. Кто-то поедет поездом, кто-то автобусом. Ну а кому-то там, как командам, которые недалеко находятся от Черноморского побережья, там все на такси и приехали. Наверное, так и будет. Коротко расскажу, как разбиты команды. Вот эти 124 команды, которые примут участие в суперфинале. Я уже сказал, что это рекорд всех турниров. 124 команды. Мы решили в старшей возрастной группе, а у нас их будет две ребята 2009 года рождения, 2010 года рождения. В младшей возрастной группе 2010 года у нас пройдет жеребьевка, как обычно. А вот в старшей группе, где играют ребята 2009 года рождения, мы впервые отказались от жеребьевки. Отказались только по той причине, что в прошлом году, ну вы знаете, что жеребий он слепой, он взял и свел несколько команд одного региона в одну группу. И получается, что команды, которые и так играют по пять раз в году друг с другом, приехали за тысячи километров в такую даль, чтобы опять с друг с другом встречаться. Поэтому постарались развести команды по отдельным совершенно группам, чтобы, прибегнув к географическому принципу, чтобы команды не встречались на предварительных этапах. И вообще, в общем-то, пореже, а может быть, вообще еще не встречались в этом году. Они будут разбиты на планеты, как и в прошлом году, как и в предыдущие годы. На планеты. Планета составляет 16 команд. В этой планете будут участвовать. В свою очередь, планеты будут разбиты на созвездия. Планеты носят имена выдающихся футболистов мирового масштаба, а созвездия – знаменитых наших российских футболистов, под эгидой которых были проведены предварительные турниры. Но если вы так сразу не поняли все, то я думаю, что в процессе нашего рассказа вы разберетесь. Вот сегодня мы будем представлять вам команды, вот это не жеребьевка, а именно представление, мы его назвали «Парад планет». Будем представлять команды, которые участвовали, будут участвовать в планете Криштиана Роналду и планеты Леонера Месси. Каждая из этих планет разделена еще на два созвездия. Вот в первой, где Роналду, там созвездие Леонида Слуцкого будет и созвездие Романа Зобнина. А где Месси, там будет созвездие Александра Головина и созвездие Александра Кокорина. Я сейчас быстренько сначала называю команды по созвездиям, а потом уже мы представим. Мы представим команды, расскажем об их самых таких выдающих достижениях, которые добились они в течение этого лета. Кто возглавляет эту команду, о тренерах, кто капитан этой команды. И очень важно, я думаю, что, ребята, для вас, мы с вами как-то проведем урок географии, мы вам расскажем из каких городов, из каких поселков этой команды. Я думаю, что это очень важно тоже знать, с кем вы встречаетесь, что это за города. И я вам советую, если вы получите маленькую всего какую-то справку от меня, то не поленитесь, зайдите в интернет, посмотрите те города, с которыми вы впервые увидитесь. Я думаю, что, конечно, приятно будет, когда вы выйдете на поле, вы подарите своим соперникам какой-то сувенир, который символизирует ваш город. Раньше, как и было, сегодня сборная выходит, дарят выемпел страны. Ну, а вы можете тоже подарить выемпел своего города, своей команды. И таким образом вы обменяетесь выемпелами, призами, сувенирами, и у вас появится маленький такой музей, который можно будет расширять с каждым годом. И это еще знак уважения сопернику. Я думаю, что фэйрплей, честная игра, для нас не пустой звук. Итак, внимание, планета Роналду, она будет играть, ребята, под этой планетой будут играть Витязева. Это стадион Оренгоец. Стадион Оренгоец многим знаком, искусственное поле предоставляется для игры. Созвездие Леонида Слуцкого. Вы сейчас можете, в принципе, не записывать, потому что я более подробно буду говорить, уже представлять города, но все-таки. Здесь у нас играют 8 команд, и в каждом созвездии будет играть 8 команд. Команда спортивной школы номер 3 Табол Курган, детская игрушка спортивной школы Нижнего Новгорода, кожаный мяч Романа Павлюченко, первый состав, Ставрополь, команда СКА Хабаровск, спортивная школа Олимпийского резерва Пермь, Слобода, это Алексеевка Белгородской области, старт Ульяновск и спортивная школа Олимпийского резерва Тверь. Вот такая команда созвездия Леонида Слуцкого. Созвездия Романа Зобнина, здесь Академия футбола УФА, Белогор-1, тоже первый состав, город Белгород, ДСУШ РПК Рыбинск, Металлург Запсиб, Новокузнецк, Мордовия, первый состав, Саранск, Оскол ГОК, Старый Оскол, Партизан Брянск и Тюмень, город Тюмень. Давайте так, вот остановимся на этом, а потом уже будем планетами Мессии представлять уже отдельно. Как дальше мы будем играть? Это очень достаточно сложный у нас будет здесь регламент. Расскажу только о победителях, как это будет. Все команды, которые станут победителями планет, а у нас их шесть планет, они шесть команд проведут. В последний день еще такой быстрый, такой скорочечный турнир, в результате которого определят сначала в одной тройке финалистов, потом в другой тройке финалистов, и потом будет суперматч. Турнир пройдет с 13 по 19 сентября. Еще раз, он будет проходить на пяти стадионах. Вот у Рингуэц стадион, Витязи его представил, еще будет стадион, там же недалеко от Витязи находится Понтас, это учебно-тренировочная база, на которой готовилась к чемпионату мира сборной Дании. Великолепное, идеальное поле, я там был, смотрел, и просто завидую ребятам, которые выйдут на это поле. Мне самому приходилось, вот так хотелось вспомнить свое детство, там сбросить эти туфли парадные, выбежать босиком, побежаться по траве. Просто фантастическое поле. Бежишь, как будто по волнам, так оно пружинит, и, конечно, удовольствие получаешь. Еще одно поле, тоже для многих ребят, оно знакомо, это поле стадиона Спартак в городе Анапе. И еще одно поле, оно находится в Новороссийске, тоже известный, это стадион Строитель, там тоже мы неоднократно проводили эти матчи. Ну и пятое поле, это пятое, мы его здесь представлять не будем, пятое поле, это оздоровительный центр Сибур, там будут играть у нас ребята, самые младшие 2010 года рождения. Ну вот, все вроде бы я сказал, если что забыл, я думаю, что вы прочтете, потом мы всю эту трансляцию поместим еще, увидите ее еще, эту трансляцию на нашем сайте, потом будет все это в новостях, потом это будет, что называется, в электронном бумажном виде, все эти команды представлены, я думаю, что вы разберетесь. Да, ну и, наверное, я не сказал еще о программе, которая кроме футбола будет, но готовьтесь, 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 что придется вам петь и танцевать, у нас постоянный конкурс, который ежегодно проходит, называется «Ну ты артист», я обращаюсь в первую очередь к тренерам, в первую очередь к родителям, есть такая уникальная возможность показать таланты ребят не только футбольные, а вот и такие, о которых я говорил, может быть у вас иллюзионисты есть, может быть у вас танцоры есть, ну это будет здорово. Мы уже практикуем давным-давно, когда проводим концерты своими силами, конечно, это здорово, просто это великолепно смотрится, я получаю огромное удовольствие. у нас там же будет обязательно спартакиада для родителей традиционная, это внимание родителей, особенно те, которые хотят, что называется, поиграть мускулами, показать пример сыну, а у нас так и называется, спартакиада «Покажи пример сыну». разные конкурсы, викторины, веселые, интересные, и с элементами футбола, и там, и забеги в мешках, и там нужно будет через скакалку прыгать, в общем, интересно это, надеюсь, будет. Готовим сюрпризы, один просто супер будет, супер сюрприз. В общем, программа у нас огромная, и вам скучать не придется. Ну и самое главное, что ради чего, кроме футбола, ну футбол на первом месте, ради чего стоит туда ехать, и, конечно, в Анапу, и в Новороссийске, в Витязево, это, конечно, Черное море, а у нас самый-самый-самый бархатный зезон, уже не такая будет жара, но это будет самая комфортная погода, море будет теплое, поэтому я вам тоже желаю хорошо отдохнуть на Черном море, и мамам, и папам вместе с вами набраться сил, потому что впереди долгая такая нудная осень, потом длинная зима, и только-только потом выглянет солнышко, и появится весна. Поэтому мы предоставляем вам уникальную возможность продлить лето, поиграть еще в футбол, еще не просто поиграть, а поиграть с лучшими командами своего возраста. Ну, все, я понимаю, что вы скажете, давай-давай быстрее, приступаем к представлению команд, все, слушаюсь, и начинаем. Итак, планета Роналду, у нас здесь у меня будет много бумаги, поэтому, если я вдруг буду там сбиваться, вы уж меня простите, это требует от меня такой большой работы, нужно представить 32 команды, это очень много. Итак, планета Роналду, мы представляем сначала город, потом команду, говорим, здесь у нас город, команда спортивной школы Табол, город Курган. Ну, я буду говорить об этих городах, во многих я был, во многих не был, какие-то личные впечатления, вот город Курган, ну, для нас это родина Дмитрия Ласькова, прекрасного футболиста московского локомотива, а вообще Курган раньше назывался Царево-Городище, а почуть позже называлась Курганская Слобода. Я хорошо помню, как появился здесь центр Гаврила Елизарова, это знаменитый наш травматолог, ортопедист с мировым именем, человек, куда ехала вся наша страна, и многие футболисты, звезды тогда ехали туда, не только из России, из других стран, когда получали травматологию, он был просто кудесником, он замечательно лечил ребят. Здесь же находится большой завод по производству автобусов, в свое время детская футбольная лига даже получала подарок, маленький такой автобус Курганского автозавода в подарок детской футбольной лиге. Ну, и теперь команда. Команда у нас под названием Табол, тренер Владимир Сергеевич Мимоход, 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 футбольная фамилия, капитан Арсений Кузнецов, командов, девиз команды, ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Замечательный девиз. Достижение, среди достижения, отметим победу в рождественном кубке в Кургане в этом году первое место. Едем дальше. Нижний Новгород. Ну, мне доводилось в этом городе бывать очень часто. Нижний Новгород в свое время звали третьей столицей России, карман России. Здесь была крупнейшая нижнегородская ярмарка, где заключались все сделки купцов российских, причем без подписи это делалось, всегда это делалось, верилось на слово и слово это держало. Нижний Новгород, это, конечно, Волга, это набережная, это знаменитый мост на Волге, под который в свое время из хулиганских таких побуждений знаменитый летчик Валерий Чкалов пролетал на спор и, в общем-то, удачно и успешно, правда, попал на Гоптвахту, потом вышел. Здесь же находится Кремль, город шикарный и футбольный, и хоккейный, ну и команда здесь наша находится, которая выступит у нас вот здесь в созвездии Слуцкого Леонида, я ее представляю сейчас, вторая команда, Евгений Васильевич Аверин, тренер, капитанка команды Мартин Нагапитян, высшие достижения у них здесь, ну, первых мест не было, второе, второе, третье, в основном выступала команда здесь, в области, и девиз такой, не шагу на месте, а только вперед и только все вместе, хороший опять тоже девиз, замечательный, город Ставрополь, здесь тоже бывал многократно, здесь мы проводим свои турниры, Владислава Духина на призы Героя России ежегодно, произошло это название города Ставрополь двух греческих слов, первое греческое слово означает крест, а второе город, вот получается крест, город Ставрополь, ну и что еще можно сказать, это ворота Кавказа, это город, где находятся знаменитые минеральные воды, Кавказская здравница, ну и, конечно, это еще край хлеборов, безусловно. Команда «Кожаный мяч» Павличенко, первый состав, тренер Давид Джамалович Мороашвили, капитан Артур Барсигян, девиз «Один за всех, все за одного, кожаный мяч не боится никого». Переделанный, так сказать, знаменитый слоган, слоган, достижениях они скромно умолчали, я думаю, что нацеливаются на достижения, здесь у нас будет турнир, который будет проходить в Витязево, так, Хабаровск, Хабаровск, это столица Дальнего Востока, огромный город, тоже мне приходилось там бывать, широкие улицы, прекрасный, прекрасный такой памятник на одной из центральных улиц, который в честь Ерофея Хабарова, в честь которого назван этот замечательный город, стадион недалеко от набережной, он такой построен в старинном стиле, в стиле 50-х годов, а помните, когда было, или родители помнят, наводнение было в Хабаровске, и вот полный этот стадион, вы можете представить, полный стадион был воды, казалось, что, ну все, там погибнет, но вовремя там эту воду откачали, поменяли поле, и до сих пор команда там Хабаровска на этом стадионе, но одна очень правда в таком красивом месте этот стадион стоит, правда, старенький, они играют. Итак, команда Хабаровска Александр Анатольевич Труфанов, тренер команды, капитан Даниил Емельянов, ребята заняли второе место в дивизионе Виктора Файзулина, который проходил в находке, тоже без достижений, пока достижения впереди. Город Пермь, до сих пор помнят, спорят, от какого слова произошло это название этого города, одни считают, что финское слово, другие считают, что шведское слово, в общем, ну, Пермь есть Пермь, стоит он на городе, на реке Кама, большая река, на этой же реке, кстати, набережничный стоит, очень красивое место, здесь и холмы, горы, и окружен он лесами, естественно, там, где лес, там, раздолье охотникам, и здесь еще, все, кто приезжает в Пермь, стараются сфотографироваться на фоне памятника, который называется Пермяк, соленые уши, ну, так, это с улыбкой, естественно, такой памятник, но, на самом деле, долгое время Пермь, это был единственный город, поставщик для всех, для всей России, соли, обыкновенной, поваренной соли, которую мы используем в виде пищевой добавки, ну, и спорт любят, здесь хоккей любят, здесь футбол, и была команда премьер-лиги, к сожалению, она исчезла, я думаю, что теперь, ребята, вам придется расти и опять выводить команду из второй лиги, там, в первую, потом в высшую лигу, и так, команда Перми, спортивная школа Олимпийского резерва, два тренера, Олег Анатольевич Гаврилов, Антон Леонидович Бокшаев, капитан команды Ваня Новиков, девиз, пока мы едины, мы непобедимы, в лиге чемпионов, которая проходила в городе Перми, команда заняла второе место, и второе было в дивизионе Константина Зырянова, земляка, Пермяков, известного футболиста по зениту Санкт-Петербург, Алексеевка, Белгородская область, вот в Белгороде я был, в Алексеевке не доводилось, поэтому я тоже зашел в интернет, посмотрел, что там, но и вдруг обнаружил, что Алексеевка, небольшой городок, оказывается, отмечал буквально неделю назад свой день рождения, а ему, между прочим, 333 года исполнилось, своеобразный юбилей, и стоит он между станциями, это тоже станция, стоит между городами Лиски, Воронежской области, и Валуйки, это уже Белгородская область, а для нас, что такое Лиски, Лиски это город, где мы проводим много наших турниров, а Валуйки это город, где родился Саша Кокорин, которому мы говорим еще раз, многократно, огромное спасибо, это то, что он поддерживает наш фестиваль, и вот те футболки, которые вы наденете во время финального турнира, это вам подарок Саши Кокорина, огромное ему спасибо и привет. Итак, команда Алексеевки, тренер Александр Митрофанович Каратаев, Сергей Александрович Петренко, капитан Александр Бахаровский, мы вместе победим всегда, вперед к победе Слобода, команда так называется Слобода, выступали команды в основном на областных соревнованиях, второе, второе, третье места, переходим теперь, мы еще переходим к команде, какую мы здесь не представили, сейчас я скажу, команда Ульяновска, команда Ульяновска, ну, естественно, все знают, что это город, который назывался в свое время Симбирском, здесь родился Владимир Ильич Ленин, великий, безусловно, политик, основатель государства под названием Советский Союз, в Ульяновске река Волга, через Волгу, через Волгу, через Волгу, на Волге находится мост, уникальный мост, самый-самый-самый длинный мост в Европе, вот когда его не было, то здесь были самые-самые-самые длинные заторы и пробки, потому что проехать было невозможно, и мне тоже приходилось в свое время стоять в этих пробках, здесь находится завод, где собираются гражданские самолеты, и вообще Ульяновск считается авиационной столицей мира, и еще Ульяновск знаменит тем, что здесь играют в хоккей с мячом, так называемый русский хоккей, вот хоккей-шабы здесь слабенький, ну а футбол, футбол всегда здесь был, вот здесь команда старт Ульяновск, тренеры Альберт Николаевич Сергеев, Олег Ильдусович Амиров и Игорь Евгеньевич Яргилкин, аж три тренера, вот представляете, и один из сыновей тренеров, это Кирилл Амиров, является капитаном команды, девиз старта, старт это сила, старт это класс, старт победит сегодня вас, кого он победит, мы узнаем скоро, и еще последняя команда у нас из этого же созвездия Леонида Слудского, команда спортивной школы Олимпийского резерва Тверь, о Твери можно тоже много говорить, это конечно Тверь, это история о России, здесь все пропитана история Руси, он основан в 1153 году, более того, Тверь долгое время оспаривал первенство ни у кого-нибудь, а у Москвы, то есть считалось, считалось, что он то одно, он был первым, то потом Москва, то опять Тверь, и Тверь проявил себя еще как защитником всей Руси, и здесь родился у нас Афанасий Никитин, знаменитый путешественник, который дошел аж до самой Африки, здесь у нас здесь у нас родился баснописец Иван Крылов, в общем, здесь много знаменитых людей, ну и футбол очень популярен, давайте представим команду, которая называется спортивная школа Олимпийского резерва, резерва, Михаил Борисович Черешнев, Иван Константинович Варис, это тренеры, Дмитрий Глыбченко, капитан команды, ребята выезжают за пределы Твери, молодцы, второе место на турнире Балтика в Санкт-Петербурге заняли и третье место заняли на турнире «Наше будущее» в городе Минске, так что одни из фаворитов я, судя по достижениям, которые они показали. Вот команды Слуцкого, повторяю, Табол Курган, спортивная школа Нижнего Новгорода, Павлюченко, команда Ставропольская, Хабаровск, спортивная школа Пермь, Слобода Алексеевская, Белгородская область, старт Ульяновск и спортивная школа Олимпийского резерва, резерва город Тверь. Все, мы завершили созвездие Ленина Слуцкого, приходим созвездие Романа Зобнина и начинаем мы ее, давайте посмотрим, с какого города мы начнем. Начнем мы с города Уфа. Когда я совсем был маленький, я проезжал город Уфа и когда мы проезжали, проезжали Уфу. Было это вечером, проводник сказал, «Вы хотите увидеть самое красивое место Уфы?» Мы сказали, «Да, бегите к окну и смотрите». И когда мы проезжали, проезжали через мост, через реку Белая, мы увидели потрясающе красивый, огромный памятник Салавату Юлаеву. Салават Юлаеву – это народный герой в Башкирии, действительно впечатлило. А потом, много позже, я узнал, что Уфа еще является столицей мотагонок на льду. Тогда блистали Гавдорохман Кадыров, Борис Самородов, тоже красивый вид спорта. 30 тысяч стадион был переполнен до отказа, мороз 30 градусов, никто не уходил, зрелище великое. Но еще, конечно, город Уфа – это город нефтяников, город Уфа – это город хоккеистов. Салават Юлаев – знаменитый футбол, знаменитый, знаменитый хоккейный клуб. Вот. И здесь живут наши ребята, они учатся в Академии футбола, мы их представляем. Николай Леонидович Махнев, извиняюсь, неправильно я произнес ударение, тренер команды, капитан Анатолий Поздеев, и ребята тоже ездили в Санкт-Петербург, где сыграли в таком неплохом турнире-фестивале Петербург Кап, они заняли первое место, а турнир, между прочим, международный. И еще второе место на всероссийском турнире Кубок Башнефти, так что ждем, что вы покажете хорошую игру и там в Витязево. Представляем команду Белгорода, мы представляли там Алексеевку, Белгородской области, Белгород, первый состав Белгорода, и город Белгород, ну что, он действительно белый город. И все многие говорят, что вот, почему он назывался белым, потому что там был крем, сделан из белого камня, а другие говорили, что он называется белым, потому что там добывают мел. Мел белый, кстати, до сих пор, и когда-то много веков добывали, и до сих пор добывают. Мел идет в здравоохранение, мел идет архитектором, скульптором. Что еще можно сказать про этот город? Он белый, он действительно самый белый, наверное, город в России, это чистейший город, и многократно побеждал в конкурсе самого благоустроенного города. Город боевой славы, город промышленный, там замечательный, много работающий, 20 лет губернатор этой области, который любит футбол. Ну и команда, я надеюсь, тоже будет представлена у нас хорошо. Алексей Владимирович Балдин, тренер команды, Марат Риутский, капитан, девиз «Белогор, един и не победим». Много турниров, везде первые места, везде первые места, правда, на уровне Белгородской области. Теперь мы переходим, сейчас перевернем еще одну страничку, а это город Рыбинск. Город Рыбинск тоже находится на Волге, у нас много волжских городов, город Бурлаков и город Рыбаков. Но кто приходит на набережную, Рыбинск обязательно фотографируется с памятником Бурлакам. А мы там проводим уже несколько лет наш турнир, который называется «Клевый мяч». Это такой футбольный рыболовецкий фестиваль, очень интересно проходит, там всем находится место дела, ребята играют в футбол, папа ловит рыбу, мамы готовят из рыбы уху, потом все вместе садятся и эту рыбу вкусную они поедают. Правда, уха в Рыбинске очень хорошая. Здесь находят огромное водохранилище, гидроэлектростанция находится, и футбольная команда под названием ДСШ РППК. Тренеры команды Аркадий Александрович Бородин, Владимир Валерьевич Власов, капитан команды Артем Бобров, о, какая фамилия футбольная и хоккейная тоже. Девиз, мы все одна команда, мы все за одного, нам всем нужна победа и больше ничего. То есть, я так понимаю, купаться они там не будут, пить в такую жару воду они там не будут, им только нужна победа. Ну что ж, давайте попробуйте. Достижений тоже много, в основном на уровне, опять же, города Рыбинска, но выезжали вот в Москву на Барашевские стрелки, получили кубок участника. Молодцы. Новокузнецк, Сибирск, город в Сибири, крупнейший промышленный город, славен, в первую очередь, конечно, металлургами, не случайная команда называется, и хоккейная, и футбольная называется металлург Запсиб. Здесь больше любят хоккей, ну и футбол тоже в почете. Достаточно сказать, что неподалеку от Новокузнецка находится город Калтан, город Шахтеров, и там родился, проживал, занимался футболом. Саша Головин, сегодня футболист футбольного клуба «Монако», кстати, лауреат премии «Первая пятерка», которую учредила давным-давно детская футбольная лига, и мы очень дружим с Сашей, с Головином, и давайте мы вместе, я думаю, что он посмотрит нашу, обязательно эту нашу передачу, обязательно давайте мы пожелаем успехов, чтобы он играл так же, как в ЦСКА, и еще, еще лучше. Итак, команда Новокузнецка, мы ее представляем, запси «Металлург», тренеры Борис Александрович Карпов, Юрий Александрович Барков, капитан Мирон Вишняков, выезжали ребята в Междуреченск, первое место, в Томске третье место, ну и дома в Новокузнецке их им равных абсолютно нет. Еще один симпатичный город, опять же, в городе, в котором я часто бывал, с удовольствием езжу, город памятников, город музеев, это столица республики Мордовия, Саранск, здесь наши друзья, наши партнеры, вот все кубки, медали, которые вы получаете, делаются там, в этом самом городе, в Саранске. Им тоже огромное спасибо, я думаю, что эти призы мы разыграем в такой честной борьбе, расскажем о том, как это все происходило. Здесь же, вы знаете, что Саранск был одним из городов, который принимал чемпионат мира, теперь там замечательный стадион еще имеется. первый состав Мордовия, Саранск, здесь Алексей Викторович Федюнин и Александр Иванович Корнеев тренеры, а капитан команды Егор Игнатьев, такая футбольная фамилия, такую же фамилию носит большой наш друг Борис Петрович Игнатьев, заслуженный тренер Советского Союза. Команда выезжала у нас, смотрите, и в Ижевске она была, и в Казани была, и везде, это отсюда привозила призы, может быть, как раз те самые кубки, которые в Саранске изготавливались. В Ижевске первое место, на Казанске, в Казани третье место команда заняла. Молодцы. Далее представляем мы команду Оскола. Команда называется Оскол ГОК, а город Старый Оскол. Старый Оскол находится неподалеку от города Белгорода, известен тем, что здесь горнодобывающая промышленность, футбол очень развит, классный стадион. Была в свое время и классная футбольная команда, но распалась. А вот детский футбол, спасибо большое спонсорам, он живет и команду, которую представляет в данном случае на нашем турнире тренеры Армен Виталикович Данилян, Максим Иванович Шкредов, капитан Кирилл Смирнов. Девиз «Мы победим, кто сомневался, лучше дома бы остался». То есть, представляете, если вы сомневаетесь, можете оставаться дома. Но если все будут сомневаться, останутся дома, с кем же вы будете тогда играть? Ребята Старого Оскола. Так что все тоже не сомневаются, в своей победе. Посмотрим, кто выиграет этот турнир. Ну, достижения у команды Старого Оскола имеются. И в Губке они первое место заняли, и в Курске на Золотой Осень первое место. И какой-то турнир, видимо, хороший. Первый шаг называется, второе место. Будем ждать. А вот эта команда успехов. И еще одна команда, две еще команды у нас в этом созвездии. Команда партизан город Брянск. Город Брянск. Увы, к сожалению, не было. Если пригласить, приеду, посмотрю, потому что это тоже старый город. Что о нем знаю? Я о нем знаю, что он появился еще в 12 веке, упоминался, по крайней мере. Находится на большой реке Десна, промышленный город. Знаю, что это город воинской славы. Во время войны немцы оккупировали его, но местные жители ушли в партизаны. Там рядом огромные леса партизан. вы знаете, даже, по-моему, такая песня называлась «Шумел Брянский лес». В таком духе это песня брянских партизан. И они выгнали немцев и отстроили город заново. Кстати, Команда называется «Партизан». Представляете? То есть, то, что я только рассказал про партизанах, кстати, 60 тысяч партизан сражалось в этих лесах брянских. Вот какой нужно иметь лес, чтобы всех спрятать. Так, вот команда партизан. Юрий Петрович Ляхов и Руслан Александрович Андрейко тренеры. Капитан Ярослав Андрейко. Видите, династия опять. Тренер Андрейко и капитан Андрейко. Такая династия. Ярослав Андрейко и капитан. Девиз «Один за всех и все за одного». Партизан Брянск «Не бойся никого». Ну и не бойся. Правильно. Надо выходить смело. Тем более из такого города. Я вообще даже смешно. Как можно выходить, как бы бояться город воинской славы. Достижения. Всероссийский турнир в Орле первое место, в Смоленске третье место, в Гомеле ездили, это в Белоруссию на международный турнир, где заняли третье место. Бывалая команда, опытная. Возьмем на заметку. Тюмень. Вы знаете, в свое время, давным-давно, я просто, ну, не в обиду напомню тюменцам, какая была поговорка. Давно-давно говорили, Тюмень, столица деревень. Ну, она действительно была такой городок, такой был, ну, маленький, тихий, такой захолустный. Теперь же Тюмень, да, вот на мой взгляд, это самый красивый город в Сибири. Это все современно. Современные широкие улицы, современные развязки через реку, современный стадион с огромным табло. Когда мы там проводят, табло включают, и иногда даже включают для того, чтобы зрители узнали счет, а иногда ведут прямую трансляцию этого матча. И некоторые ребятишки получают мяч, выходит один день на ворот, потом смотрят на себя, как выходит один день, и мяч теряется. Вот даже такие были моменты, они такие смешные, забавные, но это все было. Открыл, значит, вот через Тюмень проходили все дороги такого знаменитого казачьего атамана Ермака, кто знает, Ермак Тимофеевич, ну, даже фильм такой есть. Ну и команда, поузнаем, как она будет, будет подстать нашему Ермаку или нет, но тренирует ее известный футболист в Тюмени, Константин Викторович Фишман. Он выступал за команду Тюмени и был одним из лучших нападающих. Много голов забивал, это я помню. Тренер команды Роман Подколзин. Достижения. Приезжали ребята, играли на очень престижный турнир в Москву Игоря Колыванова, заняли здесь они третье место, молодцы. Играли на Всероссийском, тоже в очень таком престижном турнире в Нижнем Новгородном называется Эмиралд Кап, заняли аж первое место. И в Тобольске заняли первое место. И только в Ишиме что-то подкачали. Третье место заняли. Сильная группа получается. Я по созвездию от типа Романа Зобнина, я ее называю Академию футбола Уфа, Белогор-1 Белгород, США РППК Рыбинск, Металлург Запсиб Новокузнецк, Мордовия-1 Саранск, Оскол, Старый Оскол, Партизан Брянск и Тюмень-Тюмень. Итак, мы завершили планету Криштиана Роналду. Пусть она вседет в 7-16 команды, которых мы назвали. Мы переходим теперь к планете Лионеля Месси. Здесь у нас два созвездия. Созвездия Александра Главина, нашего большого друга. Здесь команды будут играть тоже 8 команд. Белогор-2 Белгород. Я думаю, что мы ее сейчас уже представлять второй раз нет смысла. Дальше детская, юношка спортивная школа Моздок. Кожаный мяч имени Романа Павличенко. Это второй состав Ставрополя. Я тоже думаю, нет смысла представлять этот город, потому что мы его только что представили. Просто та же команда, просто играют двоя составами. Четвертый легион Октябрьский, пятый лидер Тюмень. Команду представим, город нет. Шестое Металлург Викса, седьмой Шинни Кярославль и восьмой юниор Тула. И созвездия Александра Кокорина. Первый Витязь Подольск, второй детская, юношка спортивная школа номер 3 Орел, ДСШ-17 Томск, второй состав команды ДСШ-РППК Рыбинск, МФК Курган, но это другая команда, город тоже Курган. Мордовия-2, второй состав Мордовии, город тоже Саранск, наши надежды Кинишма и парус разумно, Белогородская область. Я думаю, что с этой планетой, в связи с тем, что есть Павто, мы сейчас расправимся побыстрее. Итак, с чего мы начнем, я смотрю, здесь у нас, здесь у нас Белгород, да? Итак, мы Белгород уже представляем, мы его не будем представлять, а команду, давайте сейчас коротенько я скажу. Итак, команда у нас, тренер Торжа Алексея Васильевича Балдин, ну, Балдин, Балдин, то же самое, а капитан команды Аль-Хусария, Амар, сложное имя, я думаю, что ребятишки его зовут, наверное, просто Аль, Аль Амар, мы его тоже будем звать, Аль Амар, красиво, вот так звучит, как будто легионер, приехавший там, ну, скажем, из Бразилии, здорово. Итак, девиз, Белогор един и непобедим, достижение, межрегиональный этап начало российского первенства, футбол-бик границ первое место, в Белгороде второе место, первое место Черноземье, то есть команда, занимающая первые, вторые места. Молодцы. Дальше у нас команда идет ДСШ Моздок, это город, городок небольшой, он находится в Северной Осетии, республика Алания, здесь переводится оно так, Мез, это лес, а Дегу, глухой, то есть Моздок, это глухой лес, стоит на берегу знаменитой, быстрой, такой, своенравной реки Терек, чем знаменит, здесь останавливались великие наши писатели, поэты Пушкин, здесь он остановился, здесь он остановился, Толстой, здесь он остановился, Грибоедов, и вот кого еще, упустил Ермонтова, представляете, какой город, каких людей он интересовал, ну, а мы будем интересоваться футбольной нашей командой, ДСШ Моздок, у нас тренер Виталий Викторович Абаев, фамилия знаменитая, Абаев, это вообще футбольная, футбольная фамилия, и династия тренеров, и династия вратарей Абаевых есть, второй тренер Григорий Артюнович Инджиян, и капитан команды Амир Гумба, девиз, идти вперед и не сдаваться, наш девиз, до конца состязаться, заслуги пока скромно, тоже они не указали, здесь команда из Моздока, представляем команду, ну, тут я думаю, что нет смысла представлять команду, Кожаный мяч Павлюченко и город Ставрополь, та же самая команда, за исключением капитан, естественно, капитан, он не может быть выходить в двух составах, капитан команды, Даниил Нижевязов, Даниил Нижевязов, отлично, Следующий город, Легион, это команда города Октябрьского, Октябрьский город находится в Башкирии, город славится, это город нефтяников, безусловно, здесь, что еще можно сказать, можно сказать, что здесь находится отделение знаменитого, знаменитый башнефти, здесь нефтеперерабатывающий комбинат, ну, и известен, кроме футбола, кроме бокса, еще известен спидвейм, здесь долгое время была команда спидвейстов, Лукойл, теперь ее, к сожалению, нет, команда Октябрьский, для нас загадка полная, они у нас не выступали, насколько я помню, раньше в наших турнирах, тренирует команду Валерий Петрович Лобанов, капитан Роман Рожков, и вот такой девиз у них стихотворный, задача наша высока, работать будем так, как надо, ведь мы под знаком рыцаря, а это, в общем-то, награда, но мне надо бы написать рыцаря, тогда было бы, в рифму, но все-таки рыцаря, правильно, поэтов нет у вас, надо поэта вам приобрести в команду, достижение первенства республики Башкортостан, первое место, между прочим, и в Сочи ездили, залезали там на турнире второе место, ну, тоже команда, значит, с опытом, команду лидер представляю, а Тюмень теперь уже нет, тренеры команды лидер, Валерий Анатольевич Матяш, Виталий Викторович Кретов, еще один тренер, капитан Тимур Сафин, девиз, в каждом из нас лидер живет, он нас к достойной победе ведет, очень много турниров, причем с выездом, и Верхняя Пышма, и Омск, и Тобольск, и даже до Крыма добрались, и в Паторию играли, первое место, второе место, третье место, ну, в общем, супер подготовлена команда, увидеть нам будет интересно, как они сыграют у нас здесь, я, наверное, забыл, планету представить, планета Лионеля Месси, и играть они у нас будут здесь же, тоже на Уренгойце, тоже на этом стадионе Витязева, поле здесь, еще раз повторяю, искусственное, так, доходим до Выксы, городок Выкса, откуда взялось название, оказывается, там речетка, речка такая, я вот не знал, называется Выксунь, вот такое смешное название, откуда ты, с Выкс, а река какая у вас, Выксунь, звучит хорошо, город находится в Нижнем Новгороде, чем знаменит там парк, построен такой, сделан во французско-английском стиле, население там небольшое, всего 63 тысячи, а команда вот футбольная хорошая, и я ее сейчас представлю, да, еще там, эта команда называется Металлург, и она представляет металлургический завод, это самое градообразнующее предприятие города Выксы, тренеры команды, я видел эту команду, она играла во Владимире, вот такая команда, будьте внимательны, Олег Валерьевич Никулин, тренер команды, второй тренер Андрей Владимирович Лысов, и капитан Максим Мотарев, наверное, да, не Мотарев же, я надеюсь, Мотарев, я ставлю, по крайней мере, ударение на первый слог, девиз, один за всех, все за одного, то есть не стали заморачиваться, взяли просто знаменитые слоганы, и вот теперь под этим слоганом, хорошим, они будут играть. Команда Ярославля, Шинник, ну, Ярославль, огромный город, один из самых больших городов, на северо-запад нашей страны, самый большой город, Золотого кольца, город история, город памятник, город, огромное количество церквей и храмов, находится на Волге, красивая набережная, приходилось бывать, мы проводили там турниры, основан, тоже нужно сказать, основан Ярославом Мудрым, в честь которого, собственно, и название города произошло. Команда называется Шинник, ну, видимо, группа подготовки основной команды, тренеры Илья Владимирович Ткачев, Анатолий Федорович Пуговкин, хорошие фамилии, я сразу вспоминаю, знаменитого, нашего актера, Михаила Пуговкина, должен быть веселый, познакомимся обязательно в Витязево. Капитан команды Иван Курбатов, красивая фамилия, девиз, только Шинник, только победа. Желаем победы Шиннику, тем более, побеждал он на городском турнире в Ярославле, ездил в Строгино, занял там третье место. Следующая команда у нас, которая замыкает восьмерку команд созвездия Александра Головина, юниор Тула, в Туле бывал много раз, ездил туда и на электричке, и на машине часто. Это город-оружейник, город-пряников, город-самоваров. Там живут люди, которые на все руки мастера. Прекрасный стадион. И, ну, мастера такие, что даже оттуда вышел народный герой-левша, который умудрился без всяких технологических каких-то открытий, новинок подковать блоху. Я думаю, что это ребята все знают эту историю. И футбольная команда называется у нас юниор. Андрей Николаевич Моисеев тренер команды, капитан Архип Захаров. Девиз «Пока мы дышим, мы двигаемся выше». «Пока мы дышим, мы двигаемся выше». Но если не дышим, вообще никуда не двигаемся. Я так понимаю, насколько. Ну, ладно. Достижение. Всероссийский турнир в Санкт-Петербурге первое место. Турнир в Подольске второе место. Турнир чемпионат Тульской области третье место. Третье место. В Курске опять первое место. И кубок Колыванова участники. Отличная команда. И повторяем. Александр Головин «Созвездие» школы Белогор номер два Белгорода и США Моздок Кожаный мяч второй состав Романа Павлюченко Ставрополь Легион Октябрьский Лидер Тюмень Металл Руплэк Саши Никитаслав Ленинер Тула Все, спасибо. И теперь созвездие Александра Кокорина это будущие соперники созвездия Александра Головина. Смотрим, кто у нас здесь какие команды я быстро перечисляю. Здесь у нас Витязь Подольск ДС США номер три Орел ДС США 17 Томск Мы уже представляли РППК Рыбинск Мы представляли Курган МФК Курган Мордовия 2 Саранск Аналитики Киев Моя пара сразу Все, поехали Подольск Но для того, чтобы Нам, москвичам Посмотреть Подольск Ехать никуда Не нужно 15 километров Сел на электричку Сел на машину И ты уже В Подольске Подольск Тоже город Воинской славы Город Который сражался И много Сделал Для того, чтобы Отстоять Москву Во время войны Город Оборонщиков Здесь много Было предприятий Выпускавших Военную технику Сегодня это Фактически Спутник Москвы Здесь замечательный Красивый Стадион Шикарный Просто На этом стадионе Мы тоже проводим Свои турниры Спасибо Хозяевам Ну и команда Традиционно Футбол развит В Подольске Команды Традиционно Очень сильные Тренер команды Витязь Илья Викторович Травин Кстати, единственная Загадка для меня Витязь Почему? Витязь в тигровой шкуре Все-таки он где-то По-моему не отсюда Где-то далеко-далеко Там в районе Горно находился Почему Витязь? Я думаю, что тоже Ребята придут И приедут Мне расскажут И я немножко Буду тоже просвещен А капитан команды Иван Жданов Девиз Один за всех И все за одного Витязь вперед Вот Витязь вперед Один за всех И все за одного Замечательно Команда Детской спортивной школы Три Город Орел Ну вы знаете Орел Вот что тут можно сказать Если команда Тула Это город Мастеровых То команда Орел Это город Творческих людей Достаточно сказать Что здесь Это место связано Полностью С Иваном Сергеевичем Тургеневым Я был в этих местах Потрясающие места Музей Усадьба Тургенева Но если вы будете Проезжать Мимо Орловской области Усадьба Тургенева Все-таки Она Вне города находится Ну обязательно Остановитесь Посмотрите Вы увидите Вы увидите Где были все знаменитые Произведения Написаны Иван Сергеевичем Тургеневым Орел Знаменит музеями Здесь много музеев Здесь много театров Улицы Очень интересные Ну город История Команда Команда города Орла Ее тренирует Максим Михайлович Князев Михаилан Туревич Лостиков И капитан команды Алексей Киселев Команда Получила путевку За второе место В дивизионе Александра Селихова На этом турнире Да Вот достижения Тут у нас Отдельно Значит Девиз тот же самый С фантазией у вас Ребята Все-таки слабовато Надо как-то Все-таки Немножко Другие Свои девизы Придумывать Вот пока у вас Время есть Приезжайте в Анапу Уже с другим девизом Посмотрите Я этот девиз уже Прочитал Шесть или семь раз Мне уже оскомину Это так сказать Набило Опять Один за всех И все за одного До и США Три Не боится никого Ну напрягите Мы свои Зелин Придумайте Что-нибудь другое Договорились Да Вот я это Орлу Специальное задание Приехать С новым С новым С новым Кличем Это называется Кличем боевым Ну чтобы Может про Тургенева Может быть там Про Орел В конце концов Там Бьемся Летим как орел Побеждаем Всех за клюем О Я этого Посмотрите Придумал Мгновенно Итак Межеронтурнир Гомеле Команда заняла Первое место Чернозёве Второе В Курске Тоже Тоже Была в призовых местах Третье место Так Переходим К Томску Команда Детско-спортивной школы Города Томск В Томске Я был Когда мне было 17 лет Мне сейчас Уже 18 Тогда я был 17 лет Город Очень красивый Своим Своим Зодчеством Там Многие улицы Это что не улица Это памятник Истории Нашему Русскому Зодчеству Очень красиво Конечно Сейчас уже Современный Это город Город Где Появился Первый университет В Сибири Куда я пытался Поступить Успешно Завалился Не был готов Но может Это и к лучшему Так что Ребята Когда проигрываете Не достигаете Своей цели Не всегда Разочаровываетесь Идите к другой Цели Достигайте Другую Нормально Ну а Томин Конечно Замечательный город В 60-е годы Рядом с Томском В тайге Открыли Открыли Месторождение Нефти Газа И теперь Можно еще Томск Считать Город газовиков И нефтяников Команда Тренирует его Владислав Олегович Капитан команды Мирон Крючков Первое место В Железногорске Это Красноярский край Завоевала Первое место И получила право Играть у нас Здесь на нашем турнире Большие звезды Светят на малом Команду Рыбинска Представлять не буду Потому что Она представлена Только капитан Капитан у нас Григорий Варюхин Команда Участвовала В тех же турнирах В Волгореченске В Ярославле В Рыбинске Играла неплохо Скажем так Курган У нас Курган Курган Город мы представляли А вот команда МФК Это я так понимаю Расшифровывается Мини футбольный клуб Так и называется Курган Михаил Александрович Кудрявцев Тренер Капитан Олег Белов Девиз Девиз Курган Курган В сборной В сборной Будем обязательно Кстати Сборная ДФЛ Тоже есть У нас Недавно Она великолепно Выступила На чемпионате ДФЛ Представляете Вы собрали Сборную ДФЛ За 4 дня До чемпионата Со всей России Ребята приехали Тренировались Всего 3 дня А как сыграли Ну тренеры У них были Правда Такие Олимпийский Чемпион Алексей Прудников Ну знаменитый Безусловно Футболист Ротарь Бывший И сыграли не так Выиграли все матчи Подгруппе Причем В решающем матче Подгруппе Победили команду Чертанова Одну из лучших Академий в стране Потом в полуфинале Победили команду Академия Коноплева И Сталять Тоже Одну из лучших Академий И только в финале За 30 секунд До конца матча Проиграли ЦСКА Вот такая сборная Поэтому я думаю Что на первых порах Ваша команда Команда Ребятишки Ребята из Саранской Стремятся попасть В сборную ДФЛ Теперь город У нас здесь Что у нас Кургант представили Саранск Город Кинишма Называется Команда Наши надежды Кинишма Тоже стоит на Волге Тоже небольшой город Тоже старинный Много церквей Много памятников Много скверов Не удавалось Там побывать Хотя Николай Иванович Киселев Это известный Такой футболист Московского Спартака Не раз Приглашал К себе в гости Может и доведется Ну а Николай Иванович Киселев Учредил свой приз Который разыгрывали Ребята из Кинишмы Посмотрим Как будет Эта команда Готова Которую тренирует Сергей Александрович Кузнецов Капитан команды Наверное Опять сын Максим Кузнецов Ну а может Дофамилица Кузнецова Они фамилия Такая распространенная Достаточно Девиз Ну девиз Я даже не хочу Говорить Вот просто я прошепчу Поняли да Я что-то сказал Итак Задачу Кинишму Приехать опять Еще со своим девизом Который не так будет звучать Не как один за всех За всех за одного Немножко иначе Так две команды Приезжают с другим девизом И заключение У нас команда Парус Разумная Название такое Разумная Я думаю что Сейчас приедет к нам Самая умная Самая умная Разумная команда Под названием Парус Разумная находится Это поселок городского типа Это не город Поселок городского типа Находится в Белгородской области Стоит на берегу водохранилища Тоже подвергся Жутким Жутким совершенно Нападением Со стороны немцев В годы Великой Отечественной войны Был Сожжен дотла был Представляете Потом восстановился Какие здесь замечательные люди живут Ну и команда Парус Мы желаем этой команде Что парус Дул ветер удачи Тренер Михаил Сергеевич Рядинский Сергей Иванович Рядинский Второй тренер Это я так понимаю Папа С сыном Да Рядинский Удачи вам Капитан команды Ярослав Елисеев Достижение Третье место На дивизионе Валерия Масолитина Это их земляк Белгородский футболист И девиз Мы команда чемпионов Пару нас Пару Нет Давайте сначала Мы команда чемпионов Парус Парус Нас Вперед несет И попутный ветер славы Нас К победе Приведет Я думаю Что Вот от этого девиза Не откажется Ни одна из 32 команд Который мы вот Сегодня представили Который сыграет у нас Витязева На стадио Урингоец Мы желаем вам Ребята В оставшиеся дни Хорошенько подготовиться К нашему турниру Приехать с хорошим Боевым настроением Играть не только в футбол Но и хорошо отдохнуть Но мы сегодня Заканчиваем наш Достаточно долгий репортаж Отсюда Из дома футбола Мы благодарим Всю бригаду Которая снимала Нашу эту программу Я могу сегодня Представиться вам Еще один раз Президент детской футбольной лиги Виктор Николаевич Горлов Всего вам доброго До свидания Я